Что ожидает нас за гранью земного бытия? Это одна из величайших тайн, волнующих человечество, ведь каждому из нас предстоит перейти земную грань, разделяющую живых и мертвых. Все религии обещают нам загробную жизнь, жизнь души, освобожденной от таков тела. Но человек, рожденный в век технического прогресса, требует, чтобы именно наука ответила на извечный вопрос, есть ли у человека бессмертная душа. Лондон Лондон Октябрь 1968 года Одна из самых респектабельных радиостанций BBC передает программу музыкальной классики. Диктор объявляет, что звучат произведения Ференса Листа. Аудитория, в которой немало знатоков с консерваторским образованием, в недоумении. Наследие великого венгра изучено от ада я, и ничего подобного там нет. И уж совсем неуместной шуткой воспринимается редакционный комментарий, прозвучавшее произведение передал с того света сам Ференс Лист, умерший 82 года назад. Великий композитор якобы явился 48-летней домохозяйке Розмари Браун и продиктовал ей ноты своих новых произведений, сочиненных на том свете. МИСТИКА Сама миссис Браун такого сочинить не могла, ведь она окончила лишь несколько классов музыкальной школы в далеком детстве. Между тем, женщина настаивала. Помимо Листа, ее посещали Бах, Бетховен, Брамс, Грик, Дебюсси. Причем они не только диктовали ноты, но и вели беседы. Особенно запомнились ей слова Листа «Жизнь на земле подобна саду младенчества». Эта жизнь лишь прелюдия к жизни после смерти. Бред? Фантазии больного воображения? Но вот же вещественные доказательства. У женщины более 500 шедевров с того света. Тут явно вмешались силы небесные. Поскольку гении передали с того света свои посмертные шедевры в земное, так сказать, пользование вполне реальными нотами, тот старый лондонский концерт-загадку можно воспроизвести и сегодня. По словам миссис Браун, это одно из посмертных произведений Дебюсси. Но исполнитель не знает автора. Какое имя подскажут музыканту эрудиция и консерваторское образование? Я слышу, что это Дебюсси. Это очень же близко к модернизму. Это импрессионизм, но импрессионизм упрощенный. Достаточно конструктивное произведение. Конструктивное, импрессионистское, но не обладает большой интеллектуальной наполнеемостью, оно не обладает глубоким смыслом. Достаточно поверхностная мелодия. На мой взгляд, это раннее произведение Дебюсси. Удивительно. Но автор угадан. Вопрос лишь в том, когда он сочинил этот опус – при жизни или после смерти. Быть может, Дебюсси действительно продиктовал миссис Браун что-то из раннего, неопубликованного. Конечно, этот эксперимент не доказывает посмертного существования души, скажут скептики. Но ведь и не опровергает. Грёзы о прекрасной жизни после смерти волновали людей всех цветов кожи, во все времена, на всех континентах. Из многих тысяч известных сегодня религий нет ни одной, где отсутствует представление о загробной жизни умерших. Обратимся к православию. По его учению, человек состоит из трех частей – это тело, душа и дух. Дух – это нечто высшее, что есть в человеке, то, что можно назвать энергией Божьей, искрой Божьей, живущей в человеке. Душа – это то, что нас роднит с животным миром, это набор психических свойств, психия душа, и тело – это наше материальное измерение. Древнейшая мировая религия иудаизм делит душу на два уровня. Первый уровень находится исключительно в области веры. Мы делим душу на два этажа, два уровня. Есть та часть души, в которую мы только верим. Мы ее не можем никак ощутить. Мы можем только быть убеждены, что она есть. Это некие нематериальные силы, которые Бог посылает для того, чтобы оживить наше тело. А есть часть души, с которой мы сталкиваемся, по крайней мере, с ее проявлениями. И это та часть души, которая непосредственно управляет телом. Это наши чувства, это наши мысли, это наши мотивы, наши желания, нравится-не нравится, любим-не любим. Вот это тоже часть души, в которую не нужно верить. Мы ее знаем, мы ее видим, мы с ней сталкиваемся. Ислам тоже говорит о душе. В беседе с пророком Мухаммедом Всевышний разъясняет понятие «ру». Ру, душа, это из велений Господа твоего. Это то, что касается твоего Создателя. Это касается Творца и Всевышнего. Горизонты по опознанию, они неиссякаемы, недосягаемы. Мы должны в любом случае к ним стремиться. Но есть те вещи, которые касаются больше Всевышнего, они касаются Бога. И как раз-таки из этих вещей, из этих моментов, это ру, это душа. И с точки зрения ислама, душа – это частичка божественного внутри нас. У буддистов свое. Особое представление о том, что происходит с человеком после смерти физического тела. У нас есть сознание, которое манипулирует окружающим миром, осознает его. И таким образом совокупность этого сознания можно представить как некую составляющую нашей души. Но не только религия говорит о душе. Наука тоже заинтересована этой тонкой материей. Но поскольку ученые привыкли иметь дело с тем, что можно потрогать, измерить приборами, повторить на опыте, их выводы осторожны. Душа, конечно, чувствуется. То, что имеется масса костяных данных, когда человек, скажем, слепой во время клинической смерти, вдруг видит сам себя со стороны, а потом снова становится слепым. И он подробно описывает картину. То есть масса имеется костяных мячей. Но что это такое, мы не знаем. У нас нет прибора, который бы измерял вот это состояние. Между тем, многие величайшие ученые мира, в том числе отец квантовой теории Макс Планк и создатель теории относительности Альберт Эйнштейн признавались, чем глубже они проникали в тайны мироздания, тем явственнее ощущали присутствие какой-то невидимой силы, подчиняющей все космические и макрокосмические явления и законы. Их вывод – нельзя отвергать то, что наука пока не в силах объяснить. Сегодня ученые придерживаются взгляда, согласно которым после смерти человека выделяется некая эманация, какой-то духовный пучок, который покидает тело. Возможно, именно таким образом появляются призраки, привидения. О них рассказывают тысячи и тысячи свидетелей. И не всегда это люди с развитым художественным воображением. Появились даже фотографии призраков. Конечно, многие из этих снимков – откровенная фальшивка, но немало и таких фотографий, которые ставят скептиков в тупик. Что это? Материализация непрекаянных душ? Известны самые разнообразные способы общения с потусторонним миром. Например, контакты через особых посредников, медиумов с их спиритическими сеансами. Они окутываются туманом мистики и мало что проясняют в механизмах общения. Их просто принимают на веру. Мировые религии предостерегают от прямых контактов с загробным миром, так как это грозит встречей с демонами, непрекаянными душами, не получившими за грехи упокоения небесного. Мы знаем, что существуют бесы, существуют ангелы. Для многих людей существование бесов не очевидно. Но, как говорили древние отцы, что для дьявола его лучшей хитростью является та, чтобы убедить людей, что его нет. Я не хочу приводить конкретные примеры из своей жизни, но у меня были такие явления, очень страшные для меня и грустные, которые полностью укладываются в рамки вот этой самой православной демонологии, изучения потустороннего темного мира. Однако же любопытство сильнее страха. 20-й век вооружил исследователей аппаратурой, которая позволила заглянуть в темный мир, пощупать призрачное руками, положить на весы и даже прослушать. 1901 год. Американский этнограф Вальдемар Багарас, оснащенный новейшим изобретением фонографом Эдисона, приезжает в Сибирь. Он изучает шаманов, которые умеют вызывать духов. Ученый включил фонограф. Шаман, ускоряя темп, стал бить в губен. Началось камлание. Заклинание духов. Спустя время, уже при прослушивании, на фонограмме обнаружилось множество странных голосов. На этой записи голос шамана звучит вдалеке, а бормотание духов гораздо ближе и ярче. Материалы экспедиции исключали подозрения в подделке. Под впечатлением записей духов изобретатель фонографа Эдисон пытался развить успех в этом направлении исследований. За несколько лет до своей смерти он приступил к работе над машиной для считывания, как он писал, жизненных единиц, которыми наполняется Вселенная после смерти людей. В своем дневнике он поделился мечтой, когда-нибудь мы сможем разработать инструмент настолько чувствительный, чтобы на него могла воздействовать личность, сохранившаяся после смерти. Так и случилось. Но спустя много лет, в 1959 году, швед Фридрих Юргенсен записывал для своего фильма пение птиц, используя для этого один из самых современных магнитофонов того времени. И вдруг, прокручивая запись, он услышал что-то странное. Слушает еще раз, еще. И вдруг узнает голос своей матери, говорящей по-немецки. «Мы наблюдаем за тобой, Фридель. Мой маленький Фридель. Ты слышишь меня?» Никаких сомнений в том, что это действительно голос матери. Юргенсен верит себе и не верит. Неужели он сделал открытие? В последующие годы он записал сотни паранормальных голосов и продемонстрировал пленки на международной конференции. Вскоре Юргенсен опубликует сенсационные книги «Голоса из Вселенной» и «Радиоконтакт с мертвыми». Успех книг ошеломляющий. Хотя у скептиков возникли вопросы. Почему голоса позволили записать себя именно этому шведу? Может, он знает какие-то особые места? Или у него какая-то особая аппаратура? Или он звукорежиссер, блестяще владеющий техникой спецэффектов и просто мистифицирует публику? В Советском Союзе сообщения о радиоконтактах с загробным миром категорически отвергались, как антинаучное шарлатанство. Мистика не вписывалась в материалистическую картину мира. И вдруг, как гром среди ясного неба, директор Института экспериментальной медицины академик Наталья Бехтерева заявляет «Душа существует». Это откровение человека с мировым именем, конечно же, не попало в советскую прессу. Но очень скоро стало известно коллегам на Западе, где исследования по этой тематике проводились уже много лет. В середине 1970-х годов вышла книга профессора философии и психологии доктора медицины Раймонда Моуди «Жизнь после жизни». Это исследования людей, переживших клиническую смерть. Что чаще всего они вспоминают в своем путешествии за грань жизни. Парение в небесах, движение через туннель, встреча с мертвыми родственниками, со светящимися существами, картины прошедшей жизни и нежелание возвращаться назад. Моуди полагает, что совпадение картин не случайно. Оно отражает реальность существования жизни после смерти. Однако многие исследователи не разделяют такую точку зрения, считая все эти видения галлюцинациями. Я постарался найти логическое объяснение этому феномену с позиции того, что знал о функциях мозга. И тут меня осенило. На самом деле, это неотъемлемая часть сновидения. Во сне человек парализован. Иначе бы он действовал согласно тем образом, что генерирует его мозг. Я уверен, что во время клинической смерти в мозге активизируются те же процессы, что и во время сна. Мы не понимаем механизмов работы подобного переключателя в человеке. Думаю, что виной всему человеческий мозг и биохимические реакции, которые в нем происходят. Они объясняют феномен клинической смерти и астральные полеты тоже. Доктора Нельсона многие годы оспаривают его коллеги. В октябре 2012 года известный американский журнал «Ньюс Уик» опубликовал заметки очень авторитетного в научном мире человека. Доктор Эбен Александр, нейрохирург и преподаватель Гарварда, никогда не верил в феномен опыта вне тела. Но все изменилось после того, как осенью 2008 года он сам впал в кому, неделю находился на грани жизни и смерти и на себе испытал все то, к чему прежде относился критически. Несмотря на то, что мое тело было в коме, кора головного мозга отключалась, сам мозг продолжал работать. Я отправился в другую, гораздо большую по размерам Вселенную, о существовании которой никогда не подозревал. Мистическое измерение, которое я посетил, очень походило на многочисленные описания людей, переживших клиническую смерть или другие пограничные состояния. Этому нет никакого научного объяснения. Случайно ли, что операционное чаще всех других мест оказывается площадкой мистических измерений? Пациенты нередко рассказывают хирургам о том, что во время операции видели все, что происходило вокруг, так называемый феномен выхода из тела. Именно он когда-то убедил академика Бехтереву в существовании души. Доктора, не зная, как объяснить этот факт, вынуждены признать, пока человек находится без сознания, его душа покидает тело и парит под потолком операционной, а иногда ей удается переместиться даже за пределы больничных стен. Меня позвали проконсультировать одну пациентку, у которой была во время операции остановка сердца, клиническая смерть, и долго не могли завести ее в сердце. Во время операции пациентка почувствовала толчок и очутилась над операционным столом. При этом она видела, что происходило вокруг. И тут один из врачей сказал остановка сердца. И для нее остановка сердца, это было равносильно тому, что она умерла. Она знала, что сердце остановилось, значит, она умерла. И ее охватил дикий ужас, потому что она не успела попрощаться со своей матерью и со своей дочерью маленькой. Каким-то непостижимым образом из операционной пациентка попадает в свою квартиру за 50 километров от больницы. Она видит свою мать и дочь, слышит звонок в дверь, соседка принесла девочке платье в горошек. Девочка бросается к платью, нечаянно задевает чашку, та в дребезги. Девочка огорчена до слез. Больная подходит к девочке, гладит ее по головке и говорит, Машенька, это не самое страшное горе на свете. Девочка поворачивается на нее и тут же отворачивается, словно ничего не увидела. Вдруг она вспоминает, что она не увидела сама свои собственные руки, когда она гладила девочку. И она не услышала своего голоса, когда она вот обращалась к девочке. Тогда она бросается к зякалу и не видит самой себя. Женщина с ужасом вспомнила, что ее бездыханное тело осталось на операционном столе и тут же оказалась в больнице. Ее сердце забилось вновь. Ну, я, естественно, согласился бы она, если бы я подъехал к ней домой и сообщил родственникам, что все благополучно прошло. Она говорит, конечно, я буду благодарна вам. Я отправляюсь к ней домой и встречаю бабушку и спрашиваю ее, а что вот в это время? Не приходила ли соседка Лидия Степановна? А что, вы с ней знакомы? Приходила. А не приносила ли она платье в горошек? А вы откуда знаете? И, в общем, все до деталей сходилось. Несколько лет назад в 20 клиниках Канады, Великобритании и США начался уникальный эксперимент. Знаменитый реаниматолог, доктор медицины Сэм Парни придумал способ подтвердить или опровергнуть феномен выхода из тела. Экспериментаторы помещают в местах, недоступных для обозрения с кроватей, таблички со значками и надписями. Задача временно умерших прочитать их и потом, воскреснув, сообщить медикам. Если они прочитают хоть что-то, можно будет смело говорить. Нечто разумное действительно отделяется от тела. И что это может быть, если не душа? Но ученому мало признать, да, душа существует. Он хочет узнать, где, в каком органе тела она пребывает, из каких элементов состоит, чем питается. Мозг. Вот что первым приходит в голову. Мозг. Самоорганизующаяся, саморегулирующаяся, невероятно сложно устроенная система, без которой мы не можем существовать. Однако далеко не все ученые уверены в том, что душа обитает именно в мозге. Американка Линда Руссек уверена, душа обитает в сердце. Доктор Руссек изучала пациентов, которые перенесли операцию по пересадке сердца. Эти пациенты обладали симптоматикой, которая напрочь отсутствовала у других. Например, они каким-то образом перенимали болезни своего донора. Они стали по-другому воспринимать запахи. При этом изменились их пристрастия к тем или иным блюдам и способность различать вкус еды. Убедительное доказательство этой версии доктор Руссек приводит в своей нашумевшей книге «Кот сердца». Она вспоминает историю девочки, которой пересадили сердце, убитой накануне сверстницы. После операции ребенка начали мучить кошмары. В голове возникали четкие картинки некоего убийства. Это состояние стало болезненно навязчивым. В итоге ее психиатр позвонила в полицейский участок и подробно пересказала то, что услышала от девочки. Именно благодаря этому рассказу убийца был пойман. Но даже эта впечатляющая история не дает окончательного ответа на вопрос «Так где же обитает душа?» Еще одна популярная версия – кровь. Она пропитывает каждую клеточку нашего организма. Эзотерики давно заметили, что эта загадочная жидкость обладает способностью накапливать и передавать через поколения разнообразную информацию. Группа крови, полученная человеком от рождения, остается неизменной до самой смерти. Не случайно с кровью связаны многие религиозные обряды от сотворения мира до наших дней. В Пятикнижии в Библии есть такая фраза «Не ешьте кровь, потому что в крови душа». Но здесь мы имеем дело с игрой слов, с отличиями использования иврита сегодня и 3,5 тысячи лет назад, когда была написана Тора. Дело в том, что тогда словом «душа» называли «живое тело». И когда в Пятикнижии мы находим фразу «душа в крови», мы хотим сказать основные жизненные функции, передачу жизненных сил осуществляют в организме, в теле кровь. Сегодня, вот на современном языке, душой мы называем нечто другое. Мы называем вот тот импульс, который дает жизнь телу. Выходит, кровь, как вместилище души, это образ, библейская метафора. Так стоит ли вообще искать ответ на этот вопрос? Когда в одном интервью об этом спросили академика Наталью Петровну Бехтереву, она ответила «это все будет гаданием на кофейной гуще. Можно сказать, душа, она во всем организме или вне организма, где-то рядом. Я думаю, этой субстанции не нужно место. Если она есть, то во всем теле. Что-то пронизывающее весь организм, чему не мешают ни стены, ни двери, ни потолки». Всемирно известный психолог и психиатр Станислав Гроф научными поисками души занимался более 40 лет. Сначала он исследовал пограничные состояния на стыке сознательного и бессознательного. Затем изобрел более изощренные техники проникновения в тайны человеческой души. Душа – это нечто нематериальное. Ее нельзя потрогать или увидеть. Она действительно находится внутри нас, но невозможно определить ее конкретное место. Она находится в другом уровне измерения, возможно, в том, куда мы все попадем после смерти. Ученые признают, пока наука имеет лишь косвенные доказательства существования души. Вопросов остается больше, чем ответов. Бесспорно, в каждом из нас есть некая духовная субстанция, которая отличает одного человека от другого. Но я не возьмусь судить о том, что это такое. Наука фокусируется на вопросах, ответы на которые мы можем получить экспериментально. Это означает, что мы должны ставить опыты и анализировать результаты. В случае души, на мой взгляд, этого сделать невозможно. И в самом деле, как можно проверить то, что не имеет материального или зримого подтверждения? И все же такие попытки настойчиво предпринимаются. Душу можно определенным образом зарегистрировать. По крайней мере, попытки в истории человечества на протяжении, может быть, там, полутора-двух веков такие успешные попытки были осуществлены. Зафиксировать с помощью фото, скажем, съемки, на пленочные фотоаппараты, на современную технику. Попробовать это понятие как-то зарегистрировать с помощью каких-то других датчиков, соответственно, усилителей и приборов. Взвешиванием души занимались еще древние египетские боги. Этот процесс изображен на папирусных свитках книги мертвых. На одной чаше весов – сердце усопшего, то есть вместилище души, а на другой – перо богини Маат, символ правды. Если вес души уравновешивает вес правды, усопший отправляется в рай. В противном случае его ждут адские кары. Самый известный научный эксперимент по взвешиванию души предпринял американский врач Дункан МакДугал в начале 20 века. Он взвесил пятерых пациентов в момент смерти и через три минуты после нее. Измерения показали – с прекращением жизнедеятельности мозга тело становилось легче в среднем на 22,4 грамма. Быть может, это и есть вес души? Ответ неочевиден. В момент смерти человеческое тело действительно теряет в весе. Но этот феномен легко объясняется материальными причинами, в частности, окислительными процессами в организирующем организме. Сегодня процедуры измерения души на весах вызывают только улыбки. С тех пор появились более продвинутые методы. В 1939 году в своей домашней лаборатории ученые Семен и Валентина Кирлиан открывают метод газоразрядной визуализации, позволяющей увидеть ауру живых и неживых объектов. Ученые заглянули в мир доселе скрытой от наших глаз и столкнулись с множеством новых загадок. Классический пример. Берут лист растения и отрезают какую-то часть. И что же? Видимая аура целого листа некоторое время сохраняется в первозданном нетронутом виде. В научной литературе мерцающие излучения объектов назвали эффектом Кирлиан. Эффект дает возможность в реальном времени наблюдать энергетическое поле живого человека, его ауру. Когда в начале 90-х годов Советский Союз уже окончательно распался, с ним и вся советская наука, я занялся собственными исследованиями, то есть тем, чем мне было интересно. Ну и вот те приборы, которые мы создали, их целая линейка сейчас уже, это развитие одной и той же темы. Тема, которая имеет свои корни в так называемом эффекте Кирлиан. С помощью собственных приборов, основанных на этом эффекте, профессор Коротков пошел дальше. В одном из моргов Санкт-Петербурга он проводил исследование ауры умерших. Мы исследовали людей после смерти. И задача была снимать вот это состояние этого тела каждый час и смотреть динамику вот этого изменения. И вот когда мы уже получили первый результат, и мы увидели, что состояние тела после смерти, состояние его энергетики, зависит от того, как человек пришел к смерти. Во-первых, мы обнаружили, что есть процесс перехода. Что это не мгновенное выключение, а это вот определенный процесс, который занимает время. Это время от двух до девяти дней, а может быть и дольше еще, просто у нас не было возможности уже. Ну и самое главное, мы обнаружили, что это зависит от типа смерти. В результате исследований профессор выявил три типа свечения. Первый – это неяркое свечение людей, умерших спокойной, естественной смертью. Второй тип присущ людям, погибшим неожиданно, скажем, в результате автодорожной катастрофы, когда человек полон сил, энергии, бежит, выскакивает на проезжую часть и его сбивает автомобиль. И, наконец, третий тип свечения – сильная флуктуация с большой амплитудой, свойственным самоубийцам. У самоубийц вот этот сигнал менялся очень сильно. Вверх, вниз, пики, причем наиболее сильные пики были именно по началу. То есть именно такое впечатление было, что вот эта вот информационная сущность, душа, она бьется в этой клетке и не может найти выхода. Почему так происходит? С научной точки зрения профессор Коротков найти ответа не смог. Для меня был такой вот действительно сдвиг сознания. Я окончательно понял, что то, что написано в священных книгах, оно правда. Это действительно восприятие людей в чьи тысяч лет, это восприятие души, которая действительно так основана на реальности. В научном мире есть большие сомнения в корректности всех этих измерений. Насколько точны приборы? Все ли факторы учтены? Я знаю об эксперименте доктора Короткова. Я читала его доклад, но там содержится противоречивая информация. Нужно учитывать атмосферное давление и еще много факторов. Я вообще считаю, что душу исследовать невозможно. Казалось бы, современная наука, вооруженная сверхтонкими средствами измерения, проникающая в антиматерию, в черные дыры далеких вселенных, добывающая, наконец, в Большом Адронном коллайдере частицу Бога Бозон Хиггса, должна, наконец, однозначно ответить, что есть душа человеческая. Должна. И не может. Мы можем рассуждать в русле науки, безусловно. Но вряд ли мы можем дать такой ответ, который может устроить современное общественное сознание. И вряд ли мы можем от имени современной науки утверждать, что душа – это вымысел. Но если с телом человека все более-менее ясно, ему необходимы воздух, вода, белки, жиры, углеводы, витамины, нужны микроэлементы, много чего еще, но не хлебом единым, чего душа требует. Священник Мула и Равин говорят в один голос – молитвы. В обращении к Богу душа проявляет себя особенно сильно. Доктор наук Валерий Слезин сделал то, что не удалось еще никому. С помощью научных приборов измерил силу молитвы. Я исследовал все конфессии. Были у меня мусульмане, буддисты, были разные секты христианские и так далее. Мы решили записать у священника, вернее, это был студент Духовной Академии, инфраграммы во время молитвы. На нем были надеты электроды, производилась завязь токов мозга от разных участков мозга. И мы заметили, что у него постепенно замедлялся ритм. И в конце концов он встал практически только 3 Гц. Оказалось, что во время молитвы у большинства людей замедляются ритмы работы мозга. У взрослого человека они становятся такими же, как у младенца. Мы стали производить соответствующие эксперименты. И убедились, что да, вот при молитве человек уходит от мира, от земли. Он не воспринимает земные вот эти раздражители, всю эту природу и так далее. Он весь где-то в другом месте. Но вот эта замедленность, она наступает всегда при молитве. Притом я это замечал и у мусульман, и у католиков. Да, изменяется сознание. Мы видим постепенный переход в другое сознание. То есть когда человек как бы отключается от своего мозга и уходит в восприятие в другом мире. Экспериментальные измерения в конкретных физических единицах, в Герцах, убедили профессора в том, что состояние медленного молитвенного бодрствования это мощное средство душевного здоровья. Так что вот я вот таким образом воспринял и крестился, так сказать, во взрослом состоянии, даже венчался с женой. Вот, поскольку я решил, что все это отнюдь не пустота, отнюдь не домыслы, а так оно и есть. То, что молитва и медитация влияет на душу человека, кажется очевидным. Научной сенсацией завершились опыты сотрудников Института экологии человека Минздрава России. Для измерения пространственных неоднородностей в лаборатории физики воды разработали уникальный прибор, использующий воду как датчик. Измеряется то, что называется изменение душевного состояния человека, который слушает вот тот обряд. Там и пение есть, и речитатив есть, и самое главное, вот эти плавные такие звуки, исходящие от поющих чаш. Приборы фиксируют неожиданное. Медитация меняет структуру воды. Наши мысли, они не только в нашей голове, а мозг – это открытая система. Следовательно, вокруг действия мысленных, нашего мысленного, так сказать, образа какого-то, или просто мышления как разового, оно происходит, и среда меняется. И мы научились его измерять. Я имею в виду изменение вот этого состояния среды физического пространства. Сегодня ученые редко спорят на тему, есть душа или нет. Больше дискуссии о том, бессмертна ли она, имеет ли место переселение душ, возможно ли общение с душами умерших. У богословов вопрос вопросов. Когда, в какой момент душа поселяется в человека? В момент зачатия, или чуть-чуть позже, вот в эту развивающуюся первоклетку нового живого организма Господь посылает бессмертную душу и вот то самое божественное измерение, которое мы называем духом. Закономерен и следующий вопрос. Если душа входит в ребенка при появлении на свет, то в каком виде? В завершенном, полноценном или в зародыше, которому предстоит расти? Одна из версий такая. Сначала входит небольшая доля души, если можно так выразиться, и происходит процесс зачатия. Душа входит все больше и больше, эмбрион развивается. После этого душа всю жизнь входит все больше и больше в тело. Человек становится мудрее, умнее, развитее, чувственнее, опытнее, получает больше возможностей. Вот развитие тела обусловлено развитием души, большим проникновением души в тело. Принципиально согласны с таким утверждением и другие мировые религии. А вот мнения ученых, занимающихся этим вопросом, расходятся. Вопрос о том, когда в человека вселяется душа, является краеугольным. Такое понятие, как сознание, присутствует даже у отдельных сперматозоидов. Поэтому нас должен волновать другой вопрос. Когда человек перестает себя чувствовать частью общего сознания и развивает свое собственное обособленное видение себя в этом мире. У профессора Слезина своя точка зрения. При рождении человек обладает лишь зачатком души. Он не рождается человеком, он им становится. Человек земной вырастает на земле. Если его будут воспитывать попугаи, то он будет свистеть, как попугай. Маугли не мог стать человеком. Это фантазия Киплинга. Это необратимый процесс. Если человека не воспитали человеком, он останется собакой на всю жизнь. Рождение и смерть. Здесь можно поставить точку. Ну что ж, мол, дело житейское. А можно поставить восклицательный знак. Знак восторга и знак трагедии. А можно вопрос, действительно ли смерть означает конец? Напомним, сам Ференслист сообщил Розмари Браун, что бренное пребывание на земле – лишь прелюдия к прекрасной жизни в небесном царстве. И когда человек умирает, то естественно, что душа, то есть вот этот вот набор психических свойств, а также вот это божественное измерение, которое живет в человеке, оно никуда не исчезает, не рассеивается, не умирает, оно идет в иной мир. Попадает в иной мир, в мир, наполненный душами умерших людей, в мир, в котором существуют ангельские, бесовские и, опять же, светлые ангельские силы, в мир Божий, в потусторонний или, говоря современным языком, в параллельный мир душа человека попадает. Душа. Для нее понятия конца нет. А по сути своей, с точки зрения религии ислам, это жизнь, мирская жизнь, это временное пристанище, это место испытания. Но переходя из-за этой мирской жизни, человек переходит, есть понятие Барзах, это этап между мирской жизнью и вечностью, в любом случае мы устремляемся именно к вечности. Когда человек по своей сути слобный, он, конечно, не может обрести хорошее рождение. А когда мы практикуем добро, любовь, сострадание, когда мы практикуем внутреннее такое спокойствие и радость, то тогда человек спокойно, ясным умом, спокойно выбирает себе благоприятное рождение в следующей жизни. Картины рая и ада подробно описаны поэтами, музыкантами, художниками всех времен. Мы должны продолжать изучение тайны души в рамках науки. Мы находимся на очень важном рубеже, когда начинает складываться новая картина мира. И не просто в виде отдельных открытий, а в виде парадигмы, то есть целостной картины мира. Быть может, не окончательный, но вполне определенный вывод сделал человек бесстрашной научной мысли, Наталья Петровна Бехтиева. Я всю жизнь изучала живой мозг человека. Общий вывод. Какой-то процент людей продолжает существовать в другой форме, в виде чего-то отделяющегося от тела, чему бы я не хотела давать другого определения. Чем душа. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok